В работе конференции принимают участие известные ученые из России, Украины, Белоруссии, Армении, Казахстана, Молдовы и Таджикистана. Эта конференция посвящена нашему родственному соотечественнику Георгию Антоновичу Гамову. Человек, который был разносторонним научными интересами, он по сути классик и физики, и астрономии. Программа конференции очень широкая, у нас будет только доклады, будут дискуссии по самым актуальным проблемам, что такое темная энергия, что такое темная материя, какие наиболее активные процессы происходят во Вселенной, взрывные процессы сегодня очень интересно наблюдаемые. Все это темы нашей конференции. На сегодняшний день ученым неизвестно, откуда появилась темная материя. Сама по себе она невидима. Распознать ее присутствие можно лишь наблюдая, как искажаются объекты, находящиеся позади нее. Есть только сведения, что темная материя значительно влияет на все космические тела, создавая сильные гравитационные поля. Они способствуют притяжению материи друг к другу и, как следствие, замедляют расширение Вселенной. Ранее основной вопрос сводился к тому, насколько быстро замедляется это расширение. Если темной материи относительно мало, то Вселенная может расширяться вечно, постепенно замедляя скорость расширения, но никогда не доводя ее до нуля. Однако ученые считают, что темной материи больше, чем мы думаем, и она рано или поздно приведет к тому, что Вселенная перестанет расширяться и начнет сжиматься. Но в 1998 году группа ученых сделала новое открытие. Оказывается, скорость расширения Вселенной с течением времени вовсе не падает, а увеличивается. Будто материю подталкивает на разгон какая-то неучтенная энергия. Ее назвали темной. Темная материя известна уже несколько десятилетий, а темная энергия последние 10 лет. Это привело к радикальному изменению космологической картины. Как в свое время Солнце оказалось в центре, а Земля ушла на периферию, Так, теперь вот сначала мы спокойно расширялись, а теперь расширяемся якобы с ускорением. Отсюда разговоры о том, что такое темная энергия, отсюда поиски этих самых частиц, которые дают эту темную материю. Что такое темная материя? По этому поводу у ученых уже есть некоторые соображения, но пока им не ясно, что представляет собой темная энергия. Об этом и будет идти речь на Гамовской конференции, где самые видные теоретики из стран СНГ представят свои работы по этому вопросу. В рамках научного форума состоится также доклад известного российского ученого Сергея Сипарова, работающего над обобщением теории относительности Эйнштейна, которая еще носит название «теория эквивалентности». Гамовская конференция – это такое важное ежегодное событие, на котором ведущие ученые в области астрономии, астрофизики, космологии обмениваются последними результатами. И я здесь в четвертый раз и собираюсь вот рассказать как раз об основных принципах, о господинентальных основаниях теории эквивалентности, которые позволяют справиться с некоторыми проблемами, которые возникли у теории относительности Эйнштейна в связи с последними наблюдениями последних десятилетий на галактическом масштабе. По словам российского ученого, теория эквивалентности позволяет справиться с затруднениями, возникшими в теории относительности Эйнштейна, которая отлично работает в масштабе планетных систем. Однако для того, чтобы ее уравнения были пригодны в галактическом масштабе, пришлось учитывать существование ненаблюдаемой темной материи. Причем ее количество должно существенно превышать количество наблюдаемой. Теории эквивалентности, противоречия общей теории относительности находят естественное объяснение и введение темной материи не требуется.